Здравствуйте, друзья! Сегодня на библейском портале Экзегет поговорим о пророках 8 века до Рождества Христова и об их актуальности, актуальности их текстов для нашего времени. Это начало пророческой письменности, 8 век до Рождества Христова. Это очень важная веха в истории Древнего Израиля и в истории богооткровенной религии. В это столетие в Северном, то есть в Израильском царстве, появляется письменное пророчество. До тех пор пророчество было устным. Пророки прорекали, но не записывали своих пророчеств. Почему же вдруг возникла необходимость записывать пророчества, бывшие изначально устными? Прежде чем перейти к рассмотрению первых письменных пророческих текстов, коснемся этой темы. На вопрос, почему пророки или их ученики вдруг стали писать, ученые, исследующие пророческую письменность, отвечают по-разному. Полвека тому назад Гунный век предположил, что заинтересованность в сохранении пророчеств в письменном виде проявили современные пророкам служители святилищ, то есть жречества. Однако трудно себе представить, чтобы Амос или Асия сотрудничали с израильскими святилищами. Связи со святилищем, то есть с Иерусалимским храмом, очевидны не для израильских пророков, а для иудейских, южных. Да и то далеко не для всех. Израильские пророки как раз оппонируют своим святилищем, находившимся в Бейт-Эле, в Гильгале, в Самарии и в других крупных культовых центрах. Поэтому гипотезу о том, что пророчества стали записываться по инициативе служителей культа, следует, я считаю, отвергнуть. 35 лет назад Милард выдвинул другую гипотезу. Гипотезу о том, что запись пророчества и их хранение были необходимы для того, чтобы впоследствии проверить их истинность. Этот автор сводит пророчества к предсказанию будущих событий. Нет сомнений, в книгах пророков будущее предсказывается часто, однако еще чаще интерпретируется настоящее. Пророки не столько предсказывают то, что будет завтра, сколько учат тому, что делать сегодня. К тем же 80-м годам XX века относится гипотеза Хардмайера, который в одной из своих статей стремится доказать, что поскольку первые письменные пророки находились в жесткой оппозиции к политической власти, были этой властью гонимы и жизнь их подвергалась смертельной опасности, то их близкому кругу, то есть ученикам и симпатизантам, нужна была, так сказать, подпольная литература для вдохновения и консолидации. Согласно этому автору, пророки и их ученики были подобны кружкам народовольцев царской России. Циркулируют в современной науке и другие гипотезы возникновения письменных пророчеств. Самым приемлемым мне представляется мнение Йорга Еремьеса, который в статье под названием «Начало письменного пророчества», статья вышла в свет четверть века назад, в 96-м году, приводит две причины для записи пророчеств. Первая причина. Амос и вслед за ним Осия порывались предшествовавшей им пророческой традиции столь решительно, что, начиная с Амоса, можно говорить о двух пророческих традициях. Новый, начало которой положил Амос, и старый, на которую он, а также Осия и их последователи, или не обращают внимания, или настроены критически. Вторая причина. Поскольку Амоса, Осию и допленных иудейских пророков поддерживали лишь миноритарные группы современников, то для сохранности Слова Божьего в условиях, когда это слово отвергалось большинством, необходимо было его записать. Насколько радикальным был у Амоса и Осии разрыв с пророческими школами? В Писании эти школы называются сынами пророческими, бней анавиим. Вопрос, конечно, спорный. А вот против второго аргумента Еремеса мне кажется возражать трудно. Поговорим об Амосе, пророке социальной справедливости. Мы читаем в его книге «Так говорит Господь, за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалей. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме бога своего» или можно перевести «в доме богов своих». Так начинается серия пророчеств Амоса против израильского правящего класса. В то время, во второй, третий, восьмого века, израильское царство находилось в апогее своего экономического и военного могущества. Новая сирийская держава еще не вошла во всю свою силу, хотя грозная тень Ашура уже нависла над передней Азией и Ближним Востоком. И Египет давно уже был слабым государством. Сорокалетнее правление израильского царя Иеравама II на фоне ослабевшего Египта и еще не набравшей силу Ассирии было последним успешным периодом истории Северного царства. Отцу Иеравама II, Иоашу, удалось отвоевать потерянные ранее израильские территории, включая Зайордание, и даже подчинить своему влиянию Южно-Сирийский союз городов-государств, заставив царя Дамаска заключить с Израилем вассальный договор. Казалось бы, близка окончательная победа Израиля над всеми врагами. При Иераваме II Израиль стал мощной региональной державой. На всем Ближнем Востоке в этот момент истории не было государства более сильного, пожалуй, чем царство Иеравама II. Именно при этом царе, благодаря восстановлению торговых связей с Аравией, Финикией, благодаря эксплуатации медных рудников в Араве, а также благодаря развитию агрикультуры и текстильной промышленности, Израиль добился большого экономического успеха. Археологические раскопки в Израиле свидетельствуют о достаточном количестве роскошных жилых построек не только в Самарии, но и в таких городах, как Мегидо или Хацор. Это были двухэтажные дома с четырьмя, а то и более до десяти помещений вокруг дома, вокруг двора, что свидетельствуют как о богатстве социальной верхушки израильских городов, так и о большом имущественном и социальном расслоении общества. В третьей главе у Амоса упоминаются дома, украшенные слоновой костью. Ничего подобного не наблюдается в этот период в Иудее. Там все города, включая столичный Иерусалим, застроены типовыми одноэтажными зданиями. Удивительно, что в столь мирное, стабильное время неожиданно для правителя Израиля прозвучали грозные речи Амоса, провозгласившего окончательное Божье решение. Какое же оно? Израиль, Северное Царство, Десяти Колен, потомков Иакова должен погибнуть. Безвозвратно, навсегда. Господь через Амоса говорит не пощажу, а вернее, не отзову судебного вердикта, ло ащивенну. Чем конкретно был вызван этот Божий гнев? Социальной несправедливостью и коррумпированностью правосудия. Социальная несправедливость, пророк о ней говорит и резко обличает все социальные язвы своего времени, взяточничество, насилие над попавшими в долговую кабалу бедняками, ростовщичество, спекуляцию и другие коммерческие обманы. Обличает религиозное лицемерие тех людей, которые разбогатели за счет жестокого обращения с ближними, над богачами-гедонистами, которые, как он говорит, на одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и пьют вино, взыскиваемое с бедняков в результате судебных тяжб. Притесняющие бедных забыли, что земля Израиля принадлежит в равной мере всем потомкам Иакова. Причиной катастрофы, предвозвещенной Амосом, был грех ожесточения к ближнему, грех нежелания придворной знати, князеева и начальников, жречества и купцов проявить милосердие и братолюбие к народу земли, к беднякам. В общем, социальная несправедливость. Читаем у Амоса. «Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоге свои». Другая беда – коррумпированность правосудия. Судьи, призванные судить народ по закону, часто руководствовались собственной корыстью и выносили свои решения, свои вердикты не по справедливости, а в пользу богатых, в пользу богатых беззаконников. Плата за такие услуги не была велика. Судьи продавали, говорит пророк бедного, за пару сандалий. Очень часто бедняк оказывался в долговом рабстве именно по решению коростолюбивых судей, присуждавших его к этому за неуплату ростовщику непомерно возросшего долга. Бесспорно, социальные преступления совершались везде и всегда во всех обществах, но их не должно было быть в израильском обществе. В нем правовые отношения должны были строиться на основе солидарности и любви к ближнему. «Люби ближнего твоего, как самого себя», сказано в Моисеевом законе. Господь через своего пророка объявляет грядущее наказание правителям и богачам и обслуживающим этих властных богатеев продажным судьям. Вот что говорит Господь через Амоса. «За то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из стесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Амос, 5 глава. Вновь и вновь звучат инвективы в адрес хозяев жизни, жирующих за счет ограбления населения. Читаем у Амоса. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен, во главе пленных, и кончится ликование изнеженных». Амос, 6 глава. И еще. «Выслушайте это, алчущее поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену шекля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви и высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова, поистине вовек не забуду ни одного из дел их». Амос, 8 глава. Младшим современником Амоса был пророк Осия. Тучные года сменились тощими, изменилась и военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке. К власти в Ассирии пришел великий реформатор Теглад Паласар III. Экспансионизм Ассирии резко возрос. Поход за походом, присоединение к Ашшуру в качестве провинции все новых и новых ближневосточных царств. В 732 году до Рождества Христова ассирийской армией был взят Дамаск. До конца падения Самарии оставалось 10 лет. Этот заключительный период истории Северного царства Финкельштейн называет агонией. Не имея возможности выплачивать непомерную ежегодную дань, наложенную ассирийцами, последний израильский царь Осия, Ошеа, тезка пророка, в отчаянии вступает в антиассирийскую коалицию, сколоченную Египтом, и тем самым подписывает себе и своему вассальному по отношению к Ассирии государству смертный приговор. В 724 году Салмонасар V осаждает Самарию, а в 722 Саргон II захватывает ее. Прежняя столица Израиля с окрестностями становится очередной ассирийской провинцией. Знать, ремесленники и большая часть населения депортируются в пределы коренной Ассирии. Накануне этой катастрофы и проповедует пророк Осия. Осия не обходит вниманием социальной язвы своего общества, но все острие его пророческой критики направлено против другого греха, против идолопоклонства, которое для него является духовным прелюбодеянием, изменой единому Богу. Он говорит, вернее, Господь говорит устами. Осии народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействие они отступили от Бога своего. На вершинах гора не приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Осия, 4 глава. Но близится наказание. Об этом читаем в 8 главе. «Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе они не могут очиститься». Звучит угроза. «В куски обратится телец Самарийский». 8 глава Осии. «За телца Бет-Авена вострепещут жители Самарии, и сам он отнесен будет в Ассирию». 10 глава. «Ефрем сделался виновным через Ваала и погиб, и ныне прибавили они грех ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям, «целуйте телецов». Осия, 13 глава. Но для Осии идолопоклонство – это не только грубый фетишизм, не только поклонение телецам, установленным еще Иравамом Первым на заре израильской независимости от деспотической власти Давидидов, и не только религиозный синкретизм, выражавшийся в культах плодородия и почитании Ваалов наравне со Всевышним. Осия квалифицирует как идолопоклонство также внешнюю политику своей страны, вектор которой постоянно меняется. В его книге мы читаем «Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб, и стал Ефрем как глупый голубь без сердца, зовут египтян, идут в Ассирию». Эти стихи находятся в 7 главе. Всю третью четверть VIII века над Ближним Востоком нависала грозная тень всесокрушающей военной машины Ассирии, первого в мировой истории государства, претендовавшего на мировое господство. Как перед лицом этой очевидной угрозы следовало вести себя правителем слабеющего Израиля? Состоять в ассальном договоре со сверхдержавой или вступить в альянсы против нее? В армии и в правящем классе были разные взгляды на то, куда должен быть направлен вектор внешней политики царя. Про-ассирийская и анти-ассирийская придворные партии соперничали между собой. То одна партия побеждала в этой борьбе, то другая. В зависимости от того, какие настроения господствовали в армии и при дворе, на престоле оказывались разные люди. То сторонник вассального союза со Сирией, то его противник. За время от смерти Ирама II до падения Самарии четверть века на Самарийском престоле побывало шесть царей, четверо из которых умерли насильственной смертью. За убийством одного царя и заменой его другим обычно следовала и смена внешнеполитического курса страны. Нередко и сама Ассирия вмешивалась во внутренние дела Израиля, поддерживая про-ассирийски настроенных князей и военачальников и инспирируя свержение непослушных израильских царей. А за какую партию Ассия, зададим вопрос, за про-ассирийскую или за анти-ассирийскую? Да ни за какую. Для него такой альтернативы не существует. Любые внешнеполитические союзы приносят Израилю лишь беды. Искать надо альянса не со Сирией, не с Египтом, а с Господом. Надо всегда стремиться к вассальной зависимости только от него, истинного царя Израилева. А находиться под игом Ассирийского императора или искать защиту от него в альянсе с Арамеями и Египтом – это для Израиля народа Божьего слишком мелко и суетно. И то и другое, согласно пророку, не приведет ни к чему, кроме потери идентичности и независимости, к смешению с народами, как он говорит. Пророк использует метафору неповороченного, подгоревшего хлеба. То повернется Израиль к Ассирии и подгорит с одного боку, то повернется к Египту и подгорит с другого. Другая метафора в приложении к Израилю – глупый голубь, точнее голубица. Слово «юна» здесь женского рода, поскольку в женском роде связана с ним прилагательная пота. Вот как комментирует образ голубя Васила Ренца Каттанио и Даниэль Монтегаца. Образ наивной голубицы, порхающей туда-сюда в поисках пропитания и не чувствующей угрозы со стороны Птицелова, пластично передает опасную переменчивость внешней политике Израиля. То вынужденного вступить в альянс с Ассирией, то желающего высвободиться из него с помощью Египта. Израиль не понимает, что такая политическая ненадежность лишь рассоривает его с обеими державами. Конец цитаты. Вместо того, чтобы взывать к своему Богу, израильтяне зовут египтян. Вместо того, чтобы взыскать Господа, отправляются на поклон к сирийскому царю князей. Но напрасно дезориентированные правители Израиля так лихорадочно меняют направление своей внешней политики. Судьба Израиля в руке Божьей. Договору или завету с ним надо хранить верность. Но нет, они, говорит Ассия, пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Восьмая глава. Еще один образ неразумного поведения Израиля – дикий осел. По пояснению библейской энциклопедии Брагауза, это очень быстрый и пугливый осел, отдельные особи которого встречаются в Сахаре и в Аравии. Израиль подобен одинокому ослу, говорит пророк. В последние десятилетия своей истории Израильское царство действительно оказалось в одиночестве перед Ассирией. Все, с кем было можно составить альянс против империи, или были покорены, или поспешили признать себя вассалами Теглат-Палацара. Единственным государством, с которым можно было составить антиассирийский тандем, был Египет. Но все более слабевшему Египту не было охоты ссориться с могущественной Ассирией ради какого-то небольшого княжества посреди Ефремова Нагорья. В такой ситуации Израилю ничего не оставалось, как или полностью положиться на волю своего бога, перестав играть в неравные внешнеполитические игры или склонить голову перед Ассирией. Сначала Израиль выбирает второе, но через несколько лет, будучи не в состоянии выплачивать империи дань, царь Осия в отчаянии кинется за защитой к Египту и пошлет тайное посольство к фараону, но вместо египетской поддержки получит осаду своей столицы ассирийцами и конец своему политическому существованию. Приобретать подарками расположение к себе такое поведение, согласно Ассии, достойно разве что продажной женщины, но никак не народа божьего. Альянс империи комментирует этот стих, комментируют в соавторстве Алонсо Щекель и Хосе Луис Сикре, как и долопоклонство. Это продажная любовь, за которую придется дорого заплатить, потому что империи движет вовсе не любовь, а интерес, и израильтяне будут раздавлены, наложенные на них данью. Чтить иных богов, кроме Господа Бога Израилева, или заниматься внешнеполитическими сношениями с долопоклонническими государствами – то и другое для Осии занятие одного порядка, и то и другое он поэтически квалифицирует как измену Богу, как духовное прелюбодеяние и политическую проституцию. Для пророков, в отличие от правителей Израиля, никогда не стояло вопроса, кому бы из соседей повыгоднее отдаться. Народ Израиля и земля Израиля могут принадлежать лишь Господу, безраздельно и безоговорочно. Таково условие завета с ним. В противном случае, если Израиль начнет расточать свою любовь направо и налево, не останется ни страны, ни народа. Или, как сказал Бродский, ни страны, ни погоста. В одном из пассажей книги Осии обличаются сразу оба типа идолопоклонства – идолотрия в прямом смысле слова и идолотрия политическая – союзы с иностранными державами. Читаем у Осии. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение, заключают они союз со с Суром, и в Египет отвозится елей». Под этим союзом договора может пониматься вассальный договор Менахима, сделавший израильтян данниками Теглат-Паласара III, или вынужденный вассальный союз последнего израильского монарха, тезаименитого пророку царя Осии Ошеа с Салмонасаром V. Или же и то, и другое. И вообще все проассирийское направление израильской политики. Оно подвергается критике, как и противоположно ему проегипетское направление, о котором говорится тут же – в Египет отвозится елей. На Ефремовом Нагоре неприхотливые оливковые деревья растут хорошо и приносят отличные урожаи. Елеем, оливковым маслом Израиль оставался богат даже после того, как его основные плодородные территории были аннексированы Осирией при Теглат-Паласаре III. В то же время в Египте оливковое масло было импортируемым продуктом. Некоторые комментаторы видят в поставках Израилем оливкового масла Египту признание первым египетского суверенитета над собой. Например, так считает один из исследователей Йорк Еремьес. Другие, например, Бернини, а также Маккарти и Деллер в своих статьях на эту тему – формальное завершение вассального пакта. Как бы то ни было, Осия здесь критикует внешнюю политику своей страны в целом как опасную и противоречивую. Осирия и Египет – соперники. Невозможно быть одновременно вассалом той и другой страны, занимаясь внешнеполитической эквилибристикой и лавируя между двумя державами. Невозможно быть этаким фигаро, слугой двух господ. Но если Египет в последние трети VIII века вряд ли способен кого-то наказать за разрыв союзного договора с ним, то Осирия подобных измен не прощала. Посылая посольство к берегам Нила, отвозя туда елей, Израиль тем самым подписывал себе смертный приговор. Итак, поклонение перед политической властью, перед великими державами, перед силой оружия является для Осии идолопоклонством и стоит в одном ряду с фетишизмом, культовой проституцией и поклонением Ваалу. Мы поговорили о пророках Северного Царства, первых письменных пророках Северного Царства, о Амосе и Осии и о их учении. В следующей части нашей лекции, во второй части мы поговорим о их южных современниках, младших современниках, первых, собственно говоря, южных письменных пророках о Исайе и Михее, о духовных преемниках Амоса и Осии. Запись сделана для библейского портала Экзегет.